Всем привет, меня зовут Игорь Левичев, и это мой видеообзор на набор Лего Звездные войны, артикул которого 75 051 под названием джедайский старфайтер, в этом наборе 490 деталей, год его выпуска 2014 и рекомендованная розничная цена 3999 рублей. Да, я должен был сделать этот обзор уже давно, но меня не устраивала цена этого набора, и когда я нашел его за 3000 рублей, я решил его приобрести и теперь делаю обзор. Так что давайте начнем! Коробка этого набора по размерам идентична с коробкой от 75043 ATAP, переворачиваем, сзади у меня здесь небольшая вмятина, потому что я криво распаковал мою посылку, в которую мне пришел этот набор. Здесь вы можете увидеть две экшн-сценки, также набор с разных ракурсов, ну и функции, конечно же. Давайте перейдем к инструкции, которая у нас также немаленькая по размерам. Открываем, здесь у нас внутрь я положил листочек с наклейками, которых у нас было 8 в этом наборе. Далее идет инструкция по применению разделителя деталек, который был в этом наборе. И пошли дальше, у нас идет сборка, и весь набор был рассортирован по 5 пакетикам. Инструкция была лишь одна в этом наборе, это радует. И собрали набор, мы уже на 74-й странице. Далее идет перечень деталей, затем реклама лего.ком.слэш того с сайта, потом все мини-фигурки этого полугодия, первого полугодия, точнее, 2014 года. Сами наборы, реклама лего-клуба и реклама выиграй набор лего. Идем дальше. И первая мини-фигурка, это у нас итальянский джедай-мастер. В наборе это у нас безымянная мини-фигурка, но в мультфильме Геннадия Тартаковского 2003 года «Звездные войны. Война клонов» не те анимационные серии, которые у нас выходили с 2008 года, а именно такой адресованный мультик. В нем у нас появлялся джедай-итарианец, который дрался с генералом Гривусом. И хочу рассказать вам особенность этой расы. Она заключается в том, что у них есть два рта. Вот первый сбоку, и с другой стороны вот второй рот. И у них есть четыре горла, благодаря чему они могут вызывать очень громкие звуки, издавать точнее. И в мультфильме и тарианец-джедай даже смог обвалить, по-моему, потолок, благодаря своим как раз-таки громким звукам на генерала Гривуса. Так, они спаслись от Гривуса. Но ненадолго, как я помню. Итак, помни фигурки. Здесь у нас такие клевые принты на теле, на ногах, также на поясе. И, конечно же, принт сзади. Но еще есть немножко такого принта на голове. Видимо, это капюшон какой-то у него надет. Клевая фигурка, реально классная голова. Наконец-то у нас выпустили расу такую. Я лично ждал их уже очень долго, итальянцев этих, потому что, по-моему, впервые мы их видели в LEGO Star Wars второй части в компьютерной игре. И мне тогда я уже подумал, почему бы не выпустить LEGO в сам такую фигурку. Итак, голова у нас из пластика, но не дешевого, а такого качественного, конечно же, хорошего. Вот такая фигурка у нас, реально клевая, мне сильно нравится. Идем дальше. И следующая мини-фигурка, это у нас Jack 14. Я сразу же вам приведу в сравнение прошлую версию, так как в этом наборе у нас он обновленный. В общем-то, у нас все изменилось. Шлем, принт на теле, на ногах, пояс остался тем же самым. Также у нас осталась та же самая электрическая рука, как вы можете заметить. Кстати, она достаточно клевая, и как раз таки она и является особенностью этой мини-фигурки, потому что она такая прозрачно-голубая с принтом молнии. Сзади, естественно, тоже принты изменились на теле. И шлем теперь у него как у штурмовика, такой помассивнее. А у предыдущей версии у нас шлем был как у клонов из батлпаков всяких. И давайте снимем шлемы. Здесь у нас одинаковые выражения лица. И сзади тоже самое, все. Как я помню, Джек-14 это у нас клон, который обрел джедайские силы из-за какого-то сбоя в программе. По-моему, граф Дуку хотел создать очень много таких клонов с джедайскими способностями. Но только одного смог создать, и то он стал добрым, по-моему, или нейтральным персонажем. Ну, в общем, какая-то странная запутанная история леговцев. Я не смотрел Хроники Йода, только первую и вторую, по-моему, части. Поэтому, кто смотрел, тем будет проще. Так что приношу свои извинения, если не очень информативно вам рассказал о нем. Такая вот фигурка. Ну, лично мне нравится из-за того, что у него такая классная рука. Реально. Ее можно и для какой-нибудь другой мини-фигурки использовать, просто оторвав. Ну, ладно. И из оружия у него синий цветовой меч с белой рукояткой. Идем дальше. Следующая мини-фигурка это вот такой протокольный дроид. РА7. Итак, похожего дроида я также ждал достаточно давно. Еще после выхода до мультфильма «Звездные войны. Война клонов» 2008 года. Уже той анимированной, того анимированного мультфильма. Итак, как вы можете помнить, там у нас был точно такой же дроид. И вот теперь нам его положили в набор не канон. Ну, ладно. Итак, она выполнена клево. Классное тело. Я думаю, это, наверное, какая-нибудь ржавчина отсвечивает. Скорее всего, сзади точно так же. И жаль, конечно, что нет никаких принтов у него на голове. Она просто темно-серая. И все. Также всякие проводочки у него видны на теле. Что спереди, что сзади торчат. Такой вот у нас был протокольный дроид. И последний. Это обычный астромеханик. У него нет никакого имени. Просто астромеханический дроид. Темно-синее тело и такая металлическая голова. Полухромированная, можно сказать. Ну и по мини-фигуркам это все. Идем дальше. Сам набор. Общий вид. На самом деле, наборчик у нас не канон. И сравнивать с какой-то оригинальной моделью его нельзя, так как его придумали сами леговцы. Он выполнен по вселенной Хроник Йоды. На самом деле, я смотрел только, по-моему, одну серию или две. И этот корабль я там не видел. То есть, я вообще не знаю, какую он там роль выполнял. Но, скорее всего, вполне возможно, что леговцы Лукас Филм давали какие-нибудь свои концепт-арты. И леговцы по этим концептам уже сделали вот этот корабль, передумали. Ну, потому что он реально клево выглядит на самом деле, хоть и является не каноном. Вот. И мне он нравится по дизайну. Очень даже сильно. Итак, давайте пойдем по функциям. У нас открывается кабина с двух сторон. И сюда мы можем посадить две мини-фигурки. Это нашего мастера-джедая. Давайте его поставим лучше сзади. И будет здесь в качестве пассажирчика. Прям как будто бы жирчика. Пассажирчик. Ну, ладно, это мои шуточки. И сюда поставим Джека 14. Все, закрываем. И они у нас так полетели. Фу. Если их подобьют, то они могут нас катапультироваться. Таким вот образом. Есть такая синяя техник деталька. Как раз на нее у нас и цепляется вот эта вот спасательная капсула. Вот. Вы можете заметить. Кабина. Капсула нормальная. Ничего особенного, в принципе. Здесь также есть пропечатанные детали. Вот эти вот пульты управления. Они стандартные. То есть они во многих дворах, в принципе, встречаются у нас. Идем дальше. Кстати, да. Также у нас обратно вставляется вот эта вот кабина. Благодаря вот этим вот рельсам. Которые вставляются в темненькие там детальки. Тогда у нас она просто скользит внутрь. То есть достаточно хороший механизм. Сзади у нас такие вот две турбины двигателем. И есть вот такая пушечка, которая поднимается вверх и опускается вниз. А также двигается на 360 градусов. Мы можем открыть вот этот багажный отсек. И вытащить оттуда вот эту подставочку. Где у нас есть три термодетонатора. На самом деле был еще четвертый. Но он шел как экстра деталька. Поэтому я его сюда не прикреплял. Так как в инструкции не было нарисовано, что его все надо накрепить. Но, конечно, вы можете прикрепить, если хотите. Я просто привык все делать по инструкциям. И также здесь у нас есть два вот таких ящичка. Если мы их откроем. И высыпем их содержимое. То у нас появятся два голокрона. Зеленый, зелененький и синенький. Как раз таки события хроник йоды разворачиваются вокруг всех этих голокронов. Не знаю, там почему-то все на них помешаны, как я помню. Закрываем. И также у нас есть два вот таких вот крючка по бокам. Для того, чтобы прикрепить наши световые мечи. И они не потерялись, пока наши джедаи, ну и полуджедаи пилотируют этот корабль. И по сути в этот звездолет мы можем посадить все мини-фигурки. Если мы не будем засовывать вот этот вот отсек внутрь в багажник. А посадим сюда вот этого протокольного дроида. Просто внутрь и закроем. Тогда у нас останется лишь астромеханик, которого мы посадим вот сюда. Здесь для него специальное место. И все. Теперь все мини-фигурки нашего набора отлично отместились внутрь. Ну и раз мы посадили сюда астромеханика, он сможет отвечать за огнестрельную функцию. Если ему прикажет джек-14 стрелять, он будет стрелять. Вот этими ракетками, на которые мы просто надавливаем вниз и они быстрее вот у нас. Это новый пружинный механизм. Ну как, относительно новый. Ему по-моему два года исполняется вот скоро. И... Так, опа. У меня заводилась ракетка. Итак, и перезаряжаем мы вот таким вот образом. Я просто не вижу, смотрю в камеру, не вижу, когда вставляю. Просто вставили в эту деталь. И все. Перезарядили наши пушки. Далее вот эти закрылки у нас также регулируются вверх-вниз. Все четыре с обеих сторон. Ну и вроде бы это все по функциям. По дизайну также у нас достаточно клевый такой набор. Это, к сожалению, наклейки две. Также у нас две наклейки вот здесь вот. И были еще наклейки вот здесь вот две. И с другой стороны вот здесь вот две. Сами крылья у нас в статичном положении. То есть они у нас не двигаются никак. Все, они зафиксированы. И по дизайну, честно скажу, мне этот набор нравится. Один из лучших, по-моему, в линейке 2014 года. Реально, я не ожидал, что леговцы свое творение сделают таким клевым достаточно. И вот тут также есть еще другие пушки. Но они никак не стреляют. Просто для большей детализации набора. И вот здесь мне понравилось, как сделали также верх этого корабля. Ну, то есть, не знаю, мне сильно нравится этот набор, потому что он такой реально необычный получился. И я также хочу показать вид набора снизу. Вот. Ну, а теперь мы можем переходить к моей оценочке. За функции я ставлю этому набору лайк, потому что их здесь достаточно много. Они разнообразные. И самое клевое то, что мы можем поместить все наши мини-фигурки внутрь корабля. По человечкам, как раз таки, я им ставлю также лайк. Потому что леговцы специально поместили таких клевых персонажей в этот набор, чтобы хотя бы мини-фигурки привлекали коллекционеров к покупке этого набора. Так как корабль у нас является не каноном, и большинству фанатов Звездных Войн он попросту в коллекции не нужен, так как они его во вселенной не видели. Его придумали сами леговцы, и фанатам он просто не нужен. Поэтому они запихнули, например, вот этого пришельца и этого дроида, которого мы ждали с самих воин-клонов еще с полнометражки. Ну, по крайней мере, я точно ждал. Они запихнули эти мини-фигурки для того, чтобы этот набор скупали ради них. Но покупать набор ради мини-фигурок я вам не советую, но об этом я скажу также еще чуть попозже. И, кстати говоря, заметили ли вы, что во всех наборах по Хроникам Йода, но их всего у нас было два, как бы в общем производстве. На самом деле еще было пара наборов на Комик-Коне, по-моему, по Хроникам Йода. Ну вот, в общем, набор, который выпускается в общее производство, здесь подборка мини-фигурок достаточно одинаковая. То есть, Джек-14, затем Астромеханик и два каких-нибудь клевых чувака. И здесь у нас то же самое. Джек-14, Астромеханик и два клевых чувака. Совпадение? Не думаю. Ну ладно, идем дальше. За детализацию я ставлю, конечно же, лайк. Потому что лего-вцы сами придумали этот набор. И, по сути дела, сравнивать тут нельзя ни с каким оригиналом. Потому что это и есть у нас оригинал. То есть, ну как он выглядит, так и есть. И, ну, мне нравится, как он выглядит. Реально клево с него сделали, придумали. И последнее, это цена. Цена у него 4000, на мой взгляд, это для России дороговато. Поэтому ставлю дизлайк за цену. На мой взгляд, хорошая цена для этого набора 3000, максимум 3500. На мой взгляд, кстати говоря, этот набор еще до сих пор продается в магазинах. Вот сейчас уже второй поугодии 2015 года выходит. А он до сих пор в магазинах есть. Поэтому я думаю, что на него должны быть какие-то скидки. Я, честно говоря, сам не помню, видел или нет. Поэтому, если вам он понравился, и вы хотите его купить, то вполне возможно, что у себя в городе вы можете его найти со скидкой. Если он от 3000 до 3500 рублей стоит примерно в этих пределах где-то, то брать я вам его рекомендую. За 4000 его не берите, это глупо. А так у вас будут клевые мини-фигурки и клевая модель звездолетов. Реально, ну, мне она лично понравилась, хоть и не канон. И какую же оценку, точнее медальку, точнее кубик я ставлю этому набору? Ставлю серебро, потому что к покупке он не обязателен, но советую вам его, если найдете по хорошей цене. И на этом все. Надеюсь, что я помог вам с выбором. Всем спасибо за просмотр. С вами был SuperLegoMan444. Подписывайтесь на мой основной канал, подписывайтесь на канал влогов, там очень много интересных вещей я выпускаю. Также не забывайте ставить лайки, видео, комментировать. Вон там внизу и смотреть больше видео моих вон там. Да, моих видео вон там. Загорелся чуть-чуть. И все. С вами был Игорь Левичев. Всем пока, удачи, встретимся в следующем обзоре. Субтитры сделал DimaTorzok